Из-за пандемии планетарий пустовал более четырех месяцев. А ведь именно сейчас так много астрономических событий, про которые хочется рассказывать, сетуют сотрудники. И, наконец, здесь готовы открыть дверь для посетителей, правда, при соблюдении необходимых мер предосторожности. Разработаны они в соответствии с требованиями указа губернатора от 13 марта. Так что входит в эти правила. Первое, включено проведение в помещениях планетария массовых мероприятий. Второе, введено ограничение количества посетителей планетария из расчета 1 человек на 10 квадратных метров пространства. То есть у нас, допустимо, не более 5 человек. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее полутора метров. Мы очень рады будем посетителям. Весь период карантина планетарий работал в онлайн-режиме. В таком же формате проходит и конкурс астрономических фотографий. Вплоть до 6 августа на странице социальных сетей Нижегородского планетария можно отправить фотографии всего, что связано с небом. Луну, Млечный путь и, конечно же, звезды. Тем более, что сейчас отмечается пик активности летнего звездопада. Чтобы увидеть, как одна за другой с неба падают звезды, нужно в ночные часы смотреть в южную часть небосвода, только и успевая загадывать желания. И еще одно знаковое астрономическое событие ожидается уже через несколько дней. По данным астрономов, 5 августа астероид размером с футбольное поле максимально близко подлетит к Земле. Но пугаться не стоит. Космический объект будет пролетать довольно далеко. Примерно в 10 раз дальше, чем от Земли до Луны. Опасности для нашей планеты такой астероид не несет. Наталья Лисова. Время новостей.